Здравствуйте! Мне сегодня 12 лет. Нравится учиться и точным, и гуманитарным наукам. Помогите определить, на чём мне лучше сосредоточиться. По фото. Благодарю! Да, ну я, конечно, тоже благодарю, но, ребята, интернет и техника делают такие вещи неожиданные для любителя 19 века, что я думал, что какая-нибудь всё-таки мать Горького прислала, но что уже сам, уже так, ну, ребятки, да, ну, значит, первое, что если с такой скоростью меня найти, услышать, как-то понять, что да, я могу сообщить что-то важное, уже в таком возрасте, это большая победа, значит, мозги работают. Это классно. Глаза большие, глаза большие, яркие, это очень здорово. Там, где фото с чёлочкой, чёлочку к чёртовой матери убрать, прическа должна быть классической, категорически. Вот, стены пустые, я не знаю, тут одна фотография, но если стены пустые, срочно на сайты Лувра и лондонских музеев, и венских музеев, гавсбургских, римских, Ватикан-музеев, срочно смотреть полотна, гравюры, срочно-срочно. Ну, конечно, очень сложно, понимаете, всего по двум фотографиям в этом возрасте направить в техническое, в гуманитарное. Надо, конечно, больше информации и больше, ну, на что твой организм отзывается. Потому что так-то очень сообразительный, очень умный, в принципе, и туда, и туда можно. И туда, и туда можно. И очень умные, умные глаза, улыбка умная. Значит, ой, ну, знаешь что, я думаю, что тебе надо еще и как-то, ну, я думаю, что это и так, сам понимаешь, сам можешь и зарабатывать тоже. Хороший, может быть, и сочетать и науку, и бизнес. Вот я подумаю, чтобы сочетать науку и бизнес. Но при этом для чего это? Все это для эстетики. Чтобы ты смотрел на красивые пейзажи в путешествии, на красивые вещи в интерьере, на красивых людей в общении. А так, вот задание тебе, такое внеклассное задание на листе или как-то. Подумай, что в твоем организме вызывает радость. Из, ну, не предметов, ни в коем случае школьных, потому что они ассоциируются часто со школой, с педагогом и обманывают сознание. Даже уводят от самого предмета, от самой, как бы, научной дисциплины. А вот, ну, что нравится, что привлекает? Может быть, что получается, даже что не получается, но что очень нравится. Есть ли такое? Вот так вот. И параллельно попробуй еще разнообразить, как бы, меню того, что ты смотришь. Я думаю, что не все еще ты знаешь, что есть в мире, какие есть науки, искусства. Посмотри больше моих роликов, оглядись, посмотри. Чтобы выбрать, надо иметь этот выбор. И вот через какое-то время напиши краткий, но надо бы не ошибиться, список, что вызывает в твоем организме вот приятствие, приятно, что тебе нравится, что тебе приятно исследовать, познавать. Да. Ну, вот я хочу, чтобы у тебя все сложилось, поэтому сочитай что-то интеллектуальное, научное с бизнесом. Я думаю, что получится. Ой, тут там уже видно, видно много-много. Думающий, очень думающий, взгляд пристальный и с улыбкой. Это очень хорошие признаки, очень хорошие. Молодец. И читай все, и Твиттер, потому что там меньше цензуры левацкой, чем в Фейсбуке. Обязательно в Фейсбук тоже. Вот все посты и те, что про искусство, те, что про политику, вот так вот. Так что, такие вот два задания и такие комментарии. Дальше.